Продам дорого, нажитое непосильным трудом. Это о киевской недвижимости беглого экс-премьера Азарова. Кто же продает дом, сколько просят? И что говорят по этому поводу в генпрокуратуре? Елена Зорина обо всем подробнее. Он бежал из Украины в конце января. Теперь, по данным СБУ, живет в Подмосковье, в Киеве. Объявлен межгосударственный розыск. А в Европе Азаров и его бизнес под санкциями. Все выявленное имущество должно быть конфисковано. Но это там, а здесь то, что есть, он пытается продать. Вот эту доверенность беглый экс-премьер подписал еще летом. Но только теперь ее копия попала в руки журналистам. Документ выдан в Москве. Продать недвижимость почти 600 квадратных метров, а заодно и землю по тому же адресу, он поручил директору своего семейного бизнеса, киевлянину Глебу Лешкову. Вот как это прокомментировали в фирме, зарегистрированной на его имя. Этот, так сказать, информационный сброс, но вы знаете, я могу только лишь у него поинтересоваться, но напрямую я не уполномочен давать комментарий. Прошу прощения, прошу прощения, до свидания. Он возглавлял компанию, которая занималась строительством в сфере энергосетей. Как раз во времена правительства Азарова она получала сотни миллионов гривен из госбюджета на вот это вот подключение электростанции. Он один из топ-менеджеров компании развития Алексея Азарова. Это сын бывшего премьер-министра. Дом Азарова в центре Киева на Печерске. И сегодня он не пустует, окна светятся. Но кто в нем нынче хозяин узнать не удается, двери не открывают. А давно вы его арендуете, этот дом? Давно, еще с лета, наверное. Покупать будем в ближайшее время. Цена вопроса исчисляется в миллионах долларов, говорят риэлторы. А продать его могут разве что приближенным к Азарову людям. Так сказать, своим. Других покупателей может спугнуть история прежнего хозяина. Минимальная цена порядка там миллион восемьсот двух миллионов. Ну и, на мой взгляд, больше трех. Ну, может там золотые унитазы, на елке батоны золотые висят. Ну, тогда может три с половиной. Впрочем, в Генпрокуратуре утверждают, руки у продавца связаны с доверенностью или без сделка невозможно. Имущество их с премьера аресовано. Остановит ли это покупателя и продавца? Пока сказать сложно. Кому-то ведь можно и закрыть глаза на такую сделку. Тем более, если в этом найдется интерес. Елена Зурина, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...